Руководство компании «Беверли» провело конференцию на тему пропаганда здорового образа жизни и фактор самозанятости в условиях пандемии. Гости мероприятия услышали об инновационных решениях проблем, созревших как в результате неправильного питания, так и в результате возникшей безработицы из-за пандемии. Как было отмечено ООО «Беверли» входит в число тех компаний, которым удалось удержать стабильность в этот нелегкий период. Для начала немного истории. Компания «Беверли» занимается популяризацией среди людей здорового образа жизни и биологически активных добавок, которые поставляет японская компания Shiseido Pharmaceutical. Согласно представленной информации, продукты содержат качественные морские минералы и способны восполнить нехватку белков и витаминов. На самой конференции, в частности, отмечалась важность включения в рацион питания полезных микроэлементов. Я очень обрадовалась, когда вышло постановление нашего президента Шавката Миромановича в 2017 году про микронутриенты, которые помогают оздоравливаться организму и именно оздоравливаться при заболеваниях. И каждый врач главному заболеванию, главному лечению должен назначать микронутриенты. Микронутриенты – это минералы, это витамины, это пищевые добавки, биологически активные добавки, которые при заболеваниях помогают человеку оздоровиться. А здоровому человеку помогают поддерживать свое здоровье. Помимо главного предназначения компании – помочь людям в борьбе с заболеваниями разного рода, компания Беверли также предлагает клиентам специальную программу лояльности, посредством которой можно и заработать. Как известно, недавно вышел закон о самозанятости. Сейчас это бурно пропагандируется, чтобы у людей была возможность, сидя у себя дома через интернет, зарабатывать деньги. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться. Пусть люди зарабатывают, главное, чтобы это было легально и справедливо. Сегодня мы этому активно содействуем, а именно проводим встречи и различные семинары. Действующих партнеров в Узбекистане стало уже более 26 тысяч. Количество потребителей приближается к 70 тысячам. В частности, директор компании рассказал и о том, как их большая команда смогла пережить кризис, вызванный пандемией. В этом году нам было намного труднее, чем в предыдущие годы. Несмотря на это, мы оперативно приспособились к этой ситуации и начали работать через онлайн-платформу Zoom, а также социальные сети. Предварительно мы обучили наших людей культуре работы в режиме онлайн. Поэтому наши партнеры не перестали зарабатывать, несмотря на возникшие трудности, к примеру, с оплатой продукции и ее доставкой. Ведь не работали ни банки, ни наши офисы. Но мы нашли выход и достойно пережили этот период. В результате отмечу, что за 8 месяцев по итогам августа, несмотря на пандемию, мы уже оплатили только за НДС 2 миллиарда сумм, госпошлины 3 миллиарда, а за дивиденды более полумиллиарда. Стоит подчеркнуть, что основным направлением деятельности компании все же остается привлечение большего внимания людей к здоровому образу жизни. Дополним, что на мероприятии помимо руководства также выступили профессор Ташкентского института повышения квалификации врачей Гулямов Саида Хрор. Врач высшей категории – кардиоревматолог, валиолог, нутрициолог Маргуба Саидова и другие эксперты.